В РЖД подвели итоги года по реализации программы «Бережливое производство». В 2022-м эффект от двух с небольшим тысяч внедренных проектов превысил 2 миллиарда рублей. Это на 9% больше, чем в 2021-м. Активная интеграция бережливых технологий экономит ресурсы, повышает производительность труда. Олег Фамин о некоторых идеях, которые воплотили в жизнь за последнее время. Эти пути на станции Белокаменная Московского Центрального Кольца раньше никак не использовали. Теперь здесь в ночное время стоянка электричек. Ночью на станции Белокаменная заканчивают свой маршрут «Шесть ласточек». Раньше, высадив здесь пассажиров, поезда следовали в парк до станции Андроновка. Получался холостой пробег. Затраты только на электроэнергию каждый год составляли 7 миллионов рублей. Организация стоянки позволила избежать лишних расходов. Здесь путевое развитие было достаточно. Этот момент как раз и использовали при реализации проекта. Была возможность отставить поезда на существующих путях. Поэтому вложений дополнительных никаких не было. Парк электричек на станции Белокаменная – один из двух тысяч проектов бережливого производства, который в РЖД реализовали в этом году. Благодаря им сэкономили больше 2 миллиардов рублей. Рассказали на заседании Центрального проектного офиса бережливого производства. На нем не только подвели итоги, но и наградили победителей конкурса мультифункциональных рационализаторских проектов. 22-й год был годом мультифункциональных проектов. Мы с вами договорились. И на мой взгляд, работу именно в этом треке, в мультифункциональном треке, я оцениваю как хорошо. Нам удалось удвоить количество эффектов от таких проектов и количество эффективности. И поэтому, уважаемые коллеги, большая просьба у меня к вам, что год мультифункционального проекта закончился, но сами мультифункциональные проекты заканчиваться не должны. Больше всего благодаря внедренным инновациям сэкономили Московская Дальневосточная Октябрьская магистрали. Предложить инновационную идею может любой работник. Способов мотивации есть много. Конечно, это и дополнительное премирование, которое определяется как доля от достигнутого экономического эффекта. Напрямую зависит. Чем больше эффект, тем больше проектная команда получает премию. Но есть еще и ряд нематериальных стимулов. На мой взгляд, это конкурс, прежде всего, бережливого производства. Это возможность стать авторами лучших проектов. Это признание. На бережливое производство перешли и в депо «Брянск». Рабочее место осмотрщика-ремонтника вагонов здесь организовали по японской системе 5С. Первые результаты не заставили себя долго ждать. Стало удобнее работать. Быстрее находишь инструмент, запчасть какая нужна. То есть раньше, если надо было ковыряться где-то, что-то искать, то сейчас подходишь, все подписано, взял, пошел, поставил, все. Все инструменты и запчасти на своем месте и подписаны. За идеальным порядком тщательно следят сами работники. Меньше стало и время доставки запасных частей до неисправного вагона. Меньше стало и занимать время нахождения инструмента, того, которым пользуется осмотрщик вагонов. В планах компании на будущий год реализовать новые проекты бережливого производства и увеличить от них экономический эффект. Ожидается, что к 2025 году он составит 12 миллиардов рублей. Олег Фомин, Виктор Воронин, Юрий Лорионов и Павел Кудряшкин. РЖД ТВ, Калужская область, Москва. РЖД, Калужская область, Москва. Продолжение следует...